Сегодня гомельчане писали тотальную диктовку. Я ем это, да помахши удельникам не только проверить свои веды по русской мове, а и повысить узровень уластной письменности. Наши корреспонденты наведали одну из пляцовок, где прошла аддукационная акция. Гомельский государственный университет – филологический факультет. Именно здесь размещена одна из площадок, где проводится акция. В этом году она прошла в 76 странах мира. Тотальный диктант писали даже космонавты и полярники. Участие в добровольной образовательной акции смогли принять все желающие проверить свое знание русского языка. Те, кто хочет знать русский язык, приходят к нам на филологический факультет и добиваются желаемого. Вот то, что я могу сказать. И сегодняшняя акция «Тотальный диктант» тоже говорит о том, что не только у студентов-филологов, но и у людей, отношения напрямую не имеющих филологии, очень большой интерес к русскому языку. В этом году «Тотальный диктант» писали в 15-й раз, хотя непосредственно гомельчане к акции присоединились всего три года назад. В аудитории люди самых разных профессий и возрастов. Самому младшему участнику Виктории Бочаровой всего 10 лет. Говорит, что специально к участию в диктанте не готовилась. В конце концов, это не экзамен. Я и в прошлом году не готовилась, и в этом не готовилась. Просто узнать свои знания. В прошлом году мне очень понравилось, как это было все. Полученная оценка – личный результат, не подлежащий разглашению. Итоги акции станут известны через несколько дней. Причем победители получат сертификаты отличника и призы. Правда, для этого еще необходимо написать текст без ошибок. На этот раз им стал отрывок из уже написанного, но еще не опубликованного романа под названием «Дети мои» российской писательницы Гюзель Яхиной. Для учителя белорусского языка Майи Голицкой из Будокошелевского района этот диктант – возможность подтвердить свой профессиональный уровень. Тот факт, что пишется он на русском, ее не смущает. У нас два государственных языка, и хорошо знать нужно каждый. Я уже третий раз принимаю участие в этой акции. Мне это очень нравится, во-первых. Во-вторых, это очень хороший способ проверить, чего ты стоишь как учитель и на что ты способен.